Понимаешь, Денис, жизнь это... это борьба. Будешь бороться вместе со мной? Я где-то слышал, что жизнь это как... как пружина. Чем сильнее ты ее сжимаешь, тем больнее можно получить в лоб, если опустишь руки. Ладно, давай не будем терять времени. Я тебе что вчера обещал? Что? Кресло вице-президента. Забыл? Да, но... Да, нормально. Ты, Малахов Денис Валерьевич, будешь оставаться главой компании «Фьючер Электроникс» в мое отсутствие. Завтра я подпишу приказ. Как? То есть вот так сразу? А что тянуть-то? Парень-то умный. Догадливый. Так что я думаю, сегодня тебе пора домой. Иди отдохни у тебя, у тебя завтра тяжелый день. Возможно, тебе придется поработать вместо меня. Два-три дня. Я пойду? Да. Кость. А? Можно один совет на правах твоего зама? Давай. Обратись в органы. Он тебя не оставит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Я вам будет просьба Я вся во внимании Ко мне будут ходить Разные люди Ну? Ну, в том числе и женщины Это естественно Да, в общем, я бы вас попросил, что это Ну Между нами Ну, естественно Да Скажите, а можно мою Дочку, Леночку Пристроить к вам? Спрашивайте Конечно Так почему вы обратились к нам не сразу? Потому что я не сразу обнаружил пропажу Денька Это понятно Но вот в заявлении вы утверждаете Что он угрожал Сильно буянил Пытался вас избить Ну да, был дел А как вообще этот человек попал к вам в дом? Чаусов слушает Да, мы находимся на кольчужной Да, Михаил Иванович Работаем Выясняем Хорошо Обязательно Да Есть Товарищ капитан Чужих отпечатков на сейфе нет Только пальцы хозяина Спасибо Видите, у него даже отпечатки пальцев мои Дорожайший Константин Владимирович Даже у двух очень похожих людей Никогда не бывает одинаковых отпечатков пальцев Тут напрашивается два вывода Либо преступник работал в перчатках Либо Его вообще не было Простите А что значит вообще не было? Константин Владимирович Вы утверждаете, что вор Похититель ваших денег Абсолютно точная ваша копия Да Что вы прикажете думать в таком случае? Во-первых, не думайте, что я сумасшедший Как вам известно, коллективно с ума не сходит Вот моя жена, она не сумасшедшая Она тоже его видела Еще двое людей Подруга моей жены Вчера на вещевом рынке И Вчера же моя секретарша В ювелирном магазине В армянском переулке А я Вчера Был с друзьями на охоте Они могут Подтвердить Да вы не нервничайте, Константин Владимирович Да я не нервничаю Ведь чем-то этот человек от вас отличается Вспомните хорошо Может у него были какие-нибудь особые приметы Нет Особых примет у него не было Моя точная копия А на нем был черный костюм Старый Такую розовую полоску И вид очень сильно потрепанный Хорошо Добрый день Я могу вам подсказывать? Пожалуй Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подпишите Посмотрите внимательно еще раз Не пропало ли что-нибудь еще? Может быть какие-нибудь документы? Нет Свои документы я всегда ношу с собой И паспорт И на машину Все А на столе ничего не пропало? А Вот здесь Стояла моя фотография Да? Да Этот тип Забрал мою фотографию Вот таким я был 7 лет назад Можете с твоей чудом? Любой каприз За ваши деньги Спасибо за субтитры сделал DimaTorzok Костя Костя, а почему ты не сказал следователю правду? Какую правду? О чем ты? Ну то, что Этот Забрал твой паспорт Я сама видела Ну забрал, и что? Это же был его паспорт, не мой То есть как это? А вот так это У него У него точно такой же паспорт, как у меня Костя, а почему ты не сказал? Кому? Ты соображаешь? Они и так не поверили, что Двойник существует Ты что хочешь, чтобы нас Вдвоем За компанию в дурку убрали Я и так себя чувствовал Как будто меня Прилюдно высекли Зачем я их только позвал? А Вдруг он опять придет? Нет Не для того он убегал, чтобы вернуться Кость, мне страшно Мне очень страшно Ладно Не бойся Ну Я же рядом Ну хочешь я С тобой сегодня останусь? Хочу Хорошо Только В офис заеду сейчас, посмотрю, что и как Задачу поставлю и назад Я сказала нет, значит нет Я твои камгусы попью! Лучше их съешь, может больше пользы будет! А если дотронешься, да Никто не получишь ни чекушку, ни полчекушки Поняла меня? А ты что здесь делаешь? Я кажется не вовремя Опять пришел проверить, где живу? Хоромы не отстроила, живу в берлоге У меня полный подоконник кактусов и масса алкоголичка Катя! Что Катя? Катя, Катя, хочу под платье, да? Ну, пожалуй Вот этот Не уезжай, Кость Не надо Что ты? Как маленький Должен же я руководить Кому еще-то Ну, как-то мне нехорошее, чем предчувствие Предчувствую? И мне тоже предчувствую Что если мой портфель пролежит еще один день В офисе Переговоры с канадцами не состоятся Не волнуйся Жди меня Я вернусь Угу 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 И обязательно проверяйте срок действия пропусков Понятно? Гриша, можно тебе? Слушай, такое дело Через какое-то время здесь может появиться Человек Очень похожий на меня На вас? Да Это мой родственник Короче, брат Он У него обострение И теперь его ищут В общем, если появится, надо задержать И позвонить мне и в милицию Понял А он очень на вас похож А то еще ошибемся А не того задержим Да нет У него лицо такое Нездорового человека И одет нережливо Поймите Понял? Так точно Угу Так Через два часа Сменишь Никитина на втором посту Понял? Константин Владимирович Вы что же вернулись? Да Пришел поработать еще не надо А нам как же? Вам По плану То есть Если приедет ваш брат Задержать и Милицию Да Задержать и Милицию И мне позвонить Понятно Ну что, ребята Бдите Привет Привет Ты чего опаздываешь? Уже и шеф был Кать Снова проблемы с мамой, да? Да сил моих больше нет Прихожу вчера с работы А она опять Лыка не вяжет А сегодня с утра хватилось Бабушкины серебряные ложечки уплыли Ты представляешь? А ты что? Вчера забыла сервант на ключ закрыть Все пропила, мамулечка Кать, лечить ее надо То-то и оно Только каждый раз, когда я завожу об этом разговор Она мне об одном Опять мать хочешь сбагрить Да и где такие деньги взять? Деньги нужно не брать А зарабатывать Здравствуйте, Константин Владимирович Привет Катя Хорошо выглядишь Спасибо большое Вы же сказали, что не вернетесь уже до завтра Я? До завтра? Ну, значит не вернусь Прекрасно Да Двойной Нет Тройной кофе Быстро И приготовьте мне какой-нибудь Какой-нибудь отчет о проделанной работе А отчет у вас уже на столе? У меня? На столе? Прекрасно Кофе? Он же не пил кофе Видать, это ему для тонуса Чего ему тебе надо, Катька? Странный он какой-то По-моему, нет ничего странного В том, что мне делают комплименты Здравствуйте, Денис Валерьевич Здравствуйте Вы тоже опоздали? Что значит тоже? Что значит тоже? Начальство не опаздывает Начальство задерживается Несите кофе шефу Быстро Ах да Ты что же это делаешь, а? А что такое? Костя, он Ну то есть Константин Владимирович Он женатый человек А ты ведешь с ними, как... А тебе какое дело? Ты мне кто? Брат, папа, дедушка? Я не думал, что ты такая Какая? Да ты... Кать, чего ты с ним так? Пускай помучается Достал юбочник Константин Владимирович? Катюш, что мокнешь? Что здесь подвезут? Нет, спасибо огромное Я очень далеко живу Еще страшного, поехали Заодно поужинаем А, да нет, спасибо, правда Спасибо большое А хотя правда Поехали поужинаем Да Денис, привет Как у нас дела В смысле? Мне нужна последняя информация По филиалу Можешь мне прислать на e-mail? Слушай, Кость Я уже уехал из офиса А, жалко Скажи, а Катерина тоже ушла? Ты не видел? Да, она тоже уехала Ну, Кость 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 Мне так шампанское в голову ударило Ничего страшного Да, вы знаете, я совсем не пью Правда? Угу Никогда не думала, что вы такой Какой? Мне с вами так легко Хорошо Может быть, перейдем На, ты А Сейчас Надо сначала открыть Волшебную Замочную скважину Прошу Нехитрое жилище Константин Владимирович А вы же сами запрещаете романы На работе Для тебя я делаю исключение Митенька, ты че туда влез? А? Че там, Мить? Любовь там Тужур-ля-мур Ой, знаешь, Митенька Ты лучше слась А то соседи увидят Нехорошо Да ладно, маман Не волнуйтесь Дайте камерой побаловаться Тем более Сами предложили Понаблюдать за Злотниковым Ты че проверять? Серьезный человек солидный Бизнесмен Прекрати слась Слезай от Ту-два Солидный, не солидный А любом не сводит Некрасиво за людьми Подсматривать Тихо-тихо Самое интересное начинает Слась, капеля А то Ленке все расскажу Всю малину поломали Осторожно Осторожно, сыночка Давай Что давай? Ручку В сторону маман? Маму не засеби Тебе что? Было плохо со мной Просто я не могу ответить На один простой вопрос Зачем? Зачем? Так же прям сразу И зачем? Просто Жизнь прекрасна Надо Брать от нее лучше 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 Ну я не уверена Что это лучше А я, например, уверен Что у тебя все будет хорошо А что ж такого хорошего У меня будет? Например Завтра Мы начнем лечить Твою мать Как? Просто Как всех лечить Ты же Этого хочешь? Я хочу А она Этого не хочет Фу-ка, Катенька Слушай Алкоголики Наркоманы Они же Их же не надо уговаривать Их надо просто Просто лечить И Я Мы Мы ее вылечим Я только одного Не могу понять А Зачем вам все это нужно? Просто Я Хороший человек А ты Ты не знал? Хорошие дела Просто так не делаются Что вам нужно от меня? Услуга за услугой Я Лечу Твою мать А ты? Пожалуйста Заходите еще Люсь Ну ты же меня знаешь Люсь Да знаю Адамовна Знаю Ну я по-любому Адам Не мешай торговать Мужчина Мне бутылочку Лочки маленькую Чекушечку И пачку сигарет И пачку сигарет Хорошо Пачка сигарет Бутылочка Не хватает Не хватает Деньги Деньги вечером У меня завтра Пересменка Как штык Вечером баксы Катька баксами отдаст Спасибо Баксами Иди уже Баксами Иди уже Баксами она отдаст Что за жизнь Вы Маргарита Адамовна Королькова Да Помогите Помогите Себе Турб tom Нормida Артекс Иди уже Чем Маргарита Норм dévelop Лучше Голуб Yakima Деньга Норм Увся добрый день добрый день можно снять да конечно извините но на вашем счету денег нет простите как нет золотников константин владимирович правильно девушка я только вчера пользовался картой там еще остаток довольно большая сумма вы не волнуйтесь я все уточню наверное сеть дала сбои не понял что происходит где катя уволилась то есть как это уволилась когда утром уволилась теперь я за нее меня лена зовут а вы кто простите привет какой-то кто это был алло фича электроника слушаю вас подписи я проверила все соответствует тогда проверьте наши проводки сегодня утром здесь была ваш бухгалтер и согласно документации вся сумма 36 миллионов рублей переведена на счет королькова екатерина викторовна кого королькова екатерина викторовны здесь и подпись ваша есть это же ваша подпись разрешите константин владимирович злотников да это я чем обязан ну и извольте выслушу товарищ злотников припомните пожалуйста чем вы занимались вчера вечером ну скажем после полуночи вчера после полуночи спал спали говорить очень интересно очень интересно есть отличное видео из разряда кто как где с кем кстати не желаете купить это я так понимаю шантаж ну вы можете понимать это как угодно не жаль ты думаешь что я не обезопасил себя таких как ты дмитрий георгиевич малюты сержант гибдд двое детей а еще у тебя чудесная теща которая не умеет держать язык за зубами и показывает фотографии своей семьи каждому встречному а статью за вымогательство ведь еще никто не отменял за это из органов вы неправильно меня поняли им товарищ бабки срубить захотел хорошо я дам тебе денег даже зарплату буду платить это если договоримся что-то сегодня вообще никого выходной что ли да вроде бы нет четверг ну вы про задачу слыхали какую задачу шеф сказал брата задержать он у него этот психический как мы его знаем а у него лицо а вот и он стоять гриша они у тебя чего обалдели для кого гриша а для кого григорий александрович ты че творишь я тебя уволю к чертовой матери рома звони в милицию ты кредит от вас я сказал ты че творишь идиот я тебя уволю я вас всех уволю к чертовой матери милицию импецилов набрал хорошо за ним быстро и 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 В чем дело? Я же не нарушил ничего. Разберемся. Посмотрим документики. Не тороплюсь. Разберемся. Все в порядке. Можно ехать. Сержант, я тороплюсь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да, алло, я слышу. Ну что, троглодит? Фигово тебе достался, хозяин? Не кормит? У вас три сообщения. Денис, привет. Это Оксана. Ты обещал позвонить, но это было на прошлой неделе. Может ты забыл? Да-да-да, забыл. Совесть надо иметь. Если ты заводишь отношения, их стоит поддерживать хотя бы вербально. Что прикажешь думать? Тебя сбила машина? Ты свалился с гриппом? Ты влюбился в другую? Это Оля, если не узнал? Истеричка. Деня. Деня, это твоя бубочка. Почему ты мне больше не звонишь? А? Ну что? Не пора ли поставить точку? Все сообщения стерты. Пустишь? Проходи. Да-да, я записываю. Мясницкая. Какой номер дома? Тридцать девять? Хорошо. Одну минуту. Извините. Еще он маму забрал. Сказал, что будет лечить. Господи, зачем мне эти деньги? Миллион долларов, даже больше. Господи, что я наделала? Успокойся, 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 успокойся. Я рядом. Я твой друг. Да? Ты мне веришь? Иначе я бы не пришла. Господи. Мне даже дома теперь страшно. Я боюсь. Я боюсь этого человека. Я боюсь этого человека. Знаешь, что я думаю? Это не Костя. Костя так бы не поступил. И вчера в офисе… И вчера в офисе тоже был не он. А кто? Оля! Вот и я. Как хорошо, что ты пришел. Это я уже не знаю, что думать. Брось ты. Да все прекрасно. Прекрасно. Что, неужели поймали? Не просто поймали. Главное, что мы его победили. В смысле мы? Мы? Ты и я. Прости. Прости, что заставил тебя бояться. Ну, теперь мы всегда будем вместе. И завтра же мы собираемся. И уезжаем. Куда? Отдыхать. Отдыхать? А как же работа? Работа. Работа подождет. И мы теперь всегда будем рядом. Я не верю. Нет, я верю, конечно. Я верю и не верю. Нет. Нет. Музыка. Продолжение следует... Продолжение следует...